Среди программ для мастеринга аудиозаписей Харбл занимает в моей душе особое место. Действительно, его возможности по эквализации аудиозаписей поражают. И, пожалуй, ни одна другая программа не способна так детально исправить или изменить частотную характеристику наших миксов. Но сегодня мы поговорим о некоторых новых нюансах и мыслях, которые появились у меня за прошедший год. Ранее мы использовали Харбл довольно экстремально. То есть с его помощью корректировали частотные характеристики аудиозаписей очень интенсивно, изменяя или исправляя даже самые тонкие нюансы. Но со временем я заметил, что если микс хорош, то слишком сильно его корректировать не нужно. А достаточно лишь причесать некоторые самые неровные шероховатости. Я покажу вам алгоритм, который сейчас использую в своей работе, взаимодействуя с Харбл. Приступим! Сейчас разрешение графика слишком высокое. Мы находимся в значении 1 двенадцатой октавы. Переключимся на одну октаву. И теперь график выглядит намного более усредненным. Послушаем. Я вижу, что вот в этом диапазоне присутствует излишнее усиление частот. Здесь небольшой провал. И здесь легкие неровности. Мы можем это исправить. Берем и широким мазком изменяем график. С помощью кнопки TAB мы можем переключиться на изменение пикового графика, чтобы поправить вот эти шероховатости. Опять TAB. Посмотрим на график частотного отклика. Вот такую эквализацию мы сделали. Послушаем, как это повлияло на звучание трека. Без обработки. Звучание стало чуть более искристым, чуть более разборчивым, но при этом легкий дисбаланс все же присутствует. Следующий шаг – это переключиться на 1 третьей октавы и посмотреть, какие впадины или пики есть еще. Мы видим, что вот в этом диапазоне присутствует небольшое ослабление частот, которое, возможно, стоит исправить. Давайте попробуем это сделать. Также мы видим легкий пик здесь и здесь. Летящим летом, выпутанным пеплом, сгоревшие перья упавшей мечты. Мы не весовы от жизни разлома, несильные снова руки твои. Хорошо, ситуация улучшается. Дальше мы можем переключиться на 1 шестая октавы или на 1 двенадцатую октавы. Но обычно 1 шестую я пропускаю и переключаю сразу на 1 двенадцатую. Мы видим здесь достаточно детализированный график, но, как вы знаете, в Harbell он показывает не то, что показывают другие эквалайзеры. Здесь мы видим отображение транзиентной составляющей и сустейновой составляющей аудиосигналов. Детальнее можете почитать об этом в статье, которую я написал для журнала Future Music Russia. Ссылку я оставлю под видео. А пока давайте посмотрим на график. Мы видим вот эти пики, которые следует слегка восстановить. А для того, чтобы ослабить слишком яркий пик вот здесь, мы опускаем не его, а опускаем вот эти впадины рядом с ним. Прекрасно. Сделаем еще небольшие корректировки здесь. И послушаем. Прекрасно. Вот этот диапазон меня не смешает, поэтому корректировать его мы не будем. Друзья, сегодня мы разыграем три лицензии на Harbell. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал YouTube, а также под видео на YouTube оставить комментарий, указав, какой тип эквализации вы предпочитаете. Стерео, левтрайд или мидсайд. Если вы смотрите видео в другой соцсети, перейдите на YouTube, поскольку в розыгрыше будут участвовать комментарии именно с YouTube. Вместо этого мы переключимся на отображение сайт составляющей и посмотрим, что мы можем сделать здесь. В отображении одна октава видно, что вот этот диапазон излишне яркий. Поэтому мы переключимся на полочный фильтр и совсем слегка его ослабим. Действительно, таким образом гитары звучат менее гулка по краям. А вот эту область можем слегка восстановить. Гитары слегка заводятся. А теперь звучание аккуратное. Еще одна вещь, которую я пользуюсь регулярно, это усиление сайт составляющей с помощью кнопки 0 и легкого поднятия всего графика. Миг стал шире, миг стал чище и более приятный по звуку. Приключимся на 1,12 и здесь мы можем заметить, что присутствуют некоторые излишне яркие высокие частоты, но только в сайт составляющей. Чтобы это исправить, выбираем инструмент Peak Taming и открываем график. Проверяем, чтобы мы находились на сайт составляющей. И теперь просто ослабим вот эти пики. Прекрасно. Теперь Ride звучит очень аккуратно. Он не выбивается и на фоне других инструментов все же прослушивается. Раньше я бы рекомендовал все вот эти пики с помощью Peak Taming укротить, пригладить, сделать так, чтобы аудиозапись была максимально ровной, максимально стабильной. Но сейчас мне не кажется, что это хорошей идеей. Все-таки некоторую живость аудиозаписям оставить не помешает. Вернемся к графику mid-составляющей и посмотрим, есть ли здесь какие-то слишком интенсивные пики. Конечно, мы бы могли исправить вот этот пик или какие-нибудь пики вот здесь, но если график выглядит более-менее сглаженно, этого более чем достаточно. Конечно, вряд ли главный разработчик Harball, Пава Юмпанен, со мной в этом согласится, но мое право работать в этой программе так, как я считаю нужным. И еще один важный момент, это то, что мы не пытаемся в Harball работать со слишком громкими аудиозаписями. Вы видите, что уровень обработанного сигнала находится в районе минус 14 дБ. Это более чем хорошая отправная точка для корректировок. Раньше я довольно часто использовал гистограмму для того, чтобы скорректировать динамический диапазон обрабатываемых миксов, но сейчас я перестал это делать. Мне больше по душе другие динамические процессоры, которые я использую непосредственно в Cubase или WaveLab во время мастеринга. Harball все-таки это инструмент для частотной балансировки. И именно для этой цели я его в первую очередь использую. Если вы хотите больше узнать о Harball, под видео я оставлю плейлист со всеми стримами и другими материалами, которые мы делали по этой программе. Там целая масса подробностей. А сегодня я хотел лишь рассказать о некоторых нюансах, которые появились в моем рабочем процессе за последнее время. Надеюсь, Harball отлично интегрируется и в ваш рабочий процесс. Ну а если нет, то попробуйте его и напишите, что думаете об этой программе. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Плывите к звуку.